Браво! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, интернет! Привет, PeopleStar! Друзья мои, сегодня в нашем эфире только что прозвучала замечательная композиция в исполнении Cigarbox Project Delta Blues. Я хочу вам сказать и познакомить вас с этими замечательными ребятами. Это Евгений Немов и Денис Овчинников. Друзья, ваши аплодисменты. Они исполнили для нас, видимо, староамериканскую музыку. А еще сегодня большой сюрприз. Мы находимся в пабе «Шекспир». Это улица Камергерский переулок. Дом 6, корпус 3. Это, естественно, в Москве, рядом с Красной площадью. И к нам в гости сегодня пришел Александр Борисович Градский, народный артист России. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Борисович. Я не растерялся, увидев вас, а даже сначала подумал, что это не вы. Я тоже так думаю. Утром смотришь в зеркало, вроде не я. Не, не в этом смысле. Я подумал, что этого не может быть, потому что не может быть вообще... В общем, это на самом деле не может быть. Так что ты... Прав. Подолгай, если сейчас говори. Хорошо. Стоит, знает все. Идешь по улице, навстречу тебя и говоришь, не может быть, а он... А он есть. А он есть, да. Александр Борисович, а... Еще иногда в глаз дают, ты говоришь, не может быть, а уже получил. Или там подзатыльник можно получить от известного человека. Подзатыльник неинтересно. А в глаз это... Красиво. Ты от кого глаз получил? От Джона Леннона. От Джона Леннона в глаз получил? И потом он ходит с этим фингалом всю жизнь. Не, он его не специально... Хочет, чтобы он, наверное, дольше не проходил. Ну, он рисует там. Да, да, да. А, это Джона Леннона фингал. Да, да. Ну, ладно, пошутил. Да, сразу прям сходу хочется, так как у нас интернет-публика, это совсем не та публика, которая смотрит телевизор. Да, это первый раз для меня. Даже что? Да, да, у меня не было такого. Ох ты, друзья мои, я с почином вас... Один раз было что-то похожее, но это, по-моему, была не интернет-трансляция в Питере, а была трансляция ночью в телевизионный эфир. Ну, там была ночная программа, я, значит, отговаривал, они снимали. Ну, тоже похоже на интернет, но по смыслу там было немножко другое, да. Ну, интернет-аудитория, это аудитория, которая кухонная в основном. Ну, специфичная, я уже это знаю. Да, они нас смотрят с большим удовольствием и пишут там всякую ерунду, когда мы начинаем становиться похожими на телевизор. Они говорят, ребята, ну мы... А как так, сетевизор теперь, да? Сетевизор, да, такой, да. Кстати, хорошая штука, надо не забыть. Хорошая название. Ну, это не я прям, естественно, я слышал просто. Да? Вы слышите? Ну, слышал, да. Только не сейчас, я до этого услыхал. Александр Борисович, вот вы мне сейчас заговорили, так как у нас полностью лайв, и по-понятному, у меня есть в голове много всяких интересных... На ваш взгляд, вопросов? Ну, на наш взгляд, именно, да. Это как английский вариант такой. На ваш взгляд, это как вам кажется, да? Как вам кажется, они артисты. Как им кажется. Как им кажется. Раз это лайв, значит, мы... Разговор должен с чего-то начинаться. Начинай. Идти туда, куда... Иди. Идем. Давай. Вперед. Вот вы как раз родились в конце первой половины 20-го века. Ну, практически... 49. Ну, да, это там за... Один девять. Да, чуть больше полтора месяца. Да, один девять сорок девять. Я к чему говорю, что в дальнейшем там всю вашу карьеру и все, что пишут в интернет-изданиях и все, что мы знаем о вас, ну, грубо говоря, не хотелось бы это поднимать лишний раз, потому что вы нам интересен как человек, а не как энциклопедия. Поднимайте. Да. Вы, безусловно, жили здесь в Подмосковье, фактически сейчас это Москва. Это давно было. Давно. Потом жили в Москве, там какие-то годы, там, когда вы купили свои «Жигули», все это безумно интересно, но не в нашей передаче. Хотелось бы спросить за вашу длинную историю. Вам наверняка, вот как вот мы начали с чего передач, как говорится, с чего начали, то и надо начинать. Вот вы говорите про подзатыльники, ну, там, в глаз, отжимая лена. Я понял. А были ли когда-нибудь у вас вот такие вот нагоняи от педагогов, насколько они запомнились вам? Потому что это, например, я все помню. Никогда вас не ругали ни за что? Нет, я был организатором протестов в школьное время. И хотя я учился довольно странно, у меня какие-то предметы были, ну, скажем, любимые, я по ним неплохо учился. А были какие-то предметы, которые я не любил, и по ним я учился плохо. Поэтому, вследствие этого всего, педагоги, преподающие те предметы, которые мне нравились, нравились мне и сами по себе, как педагоги, и я нравился им. А педагоги, предметы, которые мне не нравились, меня не любили, и я их не любил тоже. Так что из этого я сделал правильный вывод, что если тебе что-то нравится вообще, то может так получиться, что ты тоже понравишься тому, или чему, тому, чему, кому, кого ты любишь. Да, и наоборот. И поэтому в дальнейшем уже было придумано, что если тебе что-то не нравится, то надо проходить мимо. Но в школе это было невозможно, ты должен был ходить обязательно на занятия, поэтому ты вынужден был сидеть на тех предметах и слушать тех педагогов, которые тебе не нравятся. Физика и химия, я слышал. Физика, химия, математика, да, как-то у меня не получилось. Хотя я немного знал эти предметы, но... Были несущественные. И в зависимости от того, что я их и не знал, меня и выперли с девятого класса. Я сдал экстернум за десять, а мои приятели, которые еще оставались в классе, еще год учились. Тогда было одиннадцатилеткой. Александр Борисович, что вы делаете? Вы сейчас людям говорите, что для того, чтобы стать народным артистом, вы не обязательно выгнали с начала школы? Есть масса людей, которых выперли с девятого класса, и они закончили жизнь довольно-таки плохо. Поэтому это не по нации. Исключение. Да, это не по нации от всех бед и не совет, как делать. Бывало и по-другому. Кто-то заканчивал школу с золотой медалью, и потом вполне прилично работал на макаронной фабрике. Макарончик. Такое тоже случалось. Ничего страшного. Александр Борисович, я следую вашему сейчас наставлению по поводу, что тебе нравится, то и нужно любить. Ну, наверное. Вот мне, например, первое воспоминание в моей голове о вас почему-то непрерывно связано... Ну, просто я 67-го года рождения, да. И мне почему-то вот то самое время, когда начинался БАМ, непрерывно связано с вами. Ну, естественно, потому что вы... БАМ? БАМ. Вот почему БАМ, не знаю. Ну, вот как бы... Ну, я знаю почему. Потому что в 76-м году, это уже я играл в группе, ну, занимался своей музыкой почти 13 лет. Ну, у меня получилось записать две песни для Али Пахмутовой в фильме о строе трядах. И в этом фильме была одна лирическая песня, вот как молоды мы были, а вторая песня была про яростный строй отряд. И поскольку это были две единственные песни, которые радио показывало за всю мою творческую жизнь, телевидение, кому-то запомнилось, как молоды мы были, как лирические образы, а кому-то запомнился яростный строй отряд. Там, правда, ни одного слова не было, ни про комсомол, ни про, тем более, не дай бог, партию, а был просто про строй отряд. Продолжение Паши Корчагина такое было. Нет, строй отряд, нет, но строй отряд это место, где студенты любили друг друга. Во-первых, любили друг друга, во-вторых, они любили, как им казалось, опять же, работу, и больше всего они любили деньги, это было единственное место, где студенты могли заработать, понимаешь? И поэтому все охотно ездили в эти строй отряды, хотя там строили коровники, дороги, еще чего-то такое. Что потом, в принципе, разваливалось очень быстро, потому что строили ненадежно. Как построили, так и вышло, понимаешь? Ну, что делать? Ну, многие вещи, которые тогда построили, на самом деле до сих пор, по-моему, сохранились. Так что это... Например, тот же самый БАМ. Ну, БАМ, да, и, во-первых, ну, там не было, там очень мало было студентов на БАМе. Там были, но мало, скорее всего. Это уже туда ребята приезжали действительно профессиональные, я на БАМе тоже был. Я был на БАМе, я ездил, скажем так, по местам, где были вот такие, ну, скажем так, базы для строителей в 75-м году и 76-м году. Тогдашний мой, ну, он умер уже, к сожалению, мой близкий товарищ, он работал в ЦК комсомола, Валера Сухарада. Да, и он занимался организацией всевозможных таких вот артистических групп, чтобы мы ехали куда-то и как-то... Поднимали дух. Ну, немножко, да, чтобы люди все-таки не так там куксились. У нас была хорошая команда, был Андрей Вознесенский, я его... И, в общем, как-то это все... Мы приезжали где-то час-полтора, общались с ребятами, то есть это было нормально. Вы, как человек, который зацепил, как говорится, не просто там прошел мимо, а конкретно участвовали в формировании той самой эпохи. Ну, то есть Андрей Вознесенский, извините. Ну, в какой степени и Вознесенский, и... Ну, там много было народу, на самом деле, и много было народу. Вы сейчас легко сказали Али Пахмутовой, то есть я уже догадался, что у вас очень теплые дружеские отношения. Ну, а несмотря на то, что когда я начинал карьеру, она уже была очень известным автором и вообще любимым автором и так далее. Но у нас как так... Она очень такой демократичный человек, и тогда была такой. И музыканты вообще приличного уровня, приличного уровня, общаются без амбиции, это уже давно известно. Музыканты хренового уровня, общаются друг с другом и с людьми, и чем выше амбиции, чем больше, как это, технический райдер, тем хуже человек поет в результате, это давно известно. Слушайте, я вот приехал, а какой у вас будет райдер? Я говорю, ребята, мне надо переночевать и свалить от вас скорее. Мне совершенно все равно, какой у меня будет райдер. Потому что дома у меня действительно такая кровать и такой телевизор, которого у вас тут нет. И даже машина, которая вряд ли будет, а машина там дает сейчас хорошая. А райдер — это же перечень услуг, получается? Ну да, да, это когда приезжает какая-то западная артистка или западная артистка, у нее там вода должна быть так подогрета, сок должен быть так, потом... Без газиков там что-то. Да, потом вышла вот эта вот самая артистка, как сейчас помню, у нее был такой райдер, там, и 200 человек с ней, вышла Витни Хьюстон, пердела в микрофон чего-то. И, в общем, был просто позор. Хотя до этого я слышал ее записи, они были совершенно замечательные. Но когда она вышла на концерт, ничего не смогла сделать, было стыдно просто за нее. Ну, видимо, такой у меня был период технически сложный. Технически райдер перевесил возможности. Ну, не шмаглая, да? Да, ну, не вышло, да. Вот артисты раньше ценились, но я имею в виду вот в то время советское, которое мы все застали. Вы застали советское время? Да. 67-й год. Александр Борисович, я ровесник Останкинской башни, если вы помните. Хорошая у вас компания. А знаете, как ее называют? У вас тоже тросы не работают. Сейчас уже работают, настроили. Смотрите, осторожнее. Хорошо. А то скособочитесь и будете дымить. Кстати, я закурю. Кстати, вы мне дали дурной этот самый. В следующий раз, когда я где-нибудь закурю, я тоже скажу, что старшие товарищи вообще не спрашивали, не просто поставили в известность, что закурят. Я буду делать так. Да я сказал, а что я могу здесь сделать? У меня по-другому не выходит. Иначе вообще разговаривать не интересно. Как в этом они говорят. Должны же быть какие-то условия. Вот, а, условия, я вас понял. Да нет, это потом. Подождите. Не-не-не, ну как же вы сказали. Ты себе наливай. А у меня бы скорее настоится. По райдеру должно настояться. По пакетиках. Ну, не по райдеру, а по смыслу. Там пакетики, понимаешь, пакетики должны настаиваться чуть дольше. Я помню вот эти телевизионные передачи с вашим участием всегда, да? Какие? Ну, я, например, сейчас могу... Не говори, ничего ты не помнишь. Ну, опять начинай. Я помню просто телевизионные передачи. Хорошо. У тебя сохранился детский образ. Тебе 8 лет. 8 лет. Ты только что обнаружил, что ты мужчина. Подошел к телевизору. Раньше это звучало красиво. Останкино. А сейчас некоторые группы населения, глядя на нашу Останкинскую башню, понимают, что это совсем уже не хай-тек, называют ее Шприц. Ты, говорит, живешь? У Шприца, мне. Красиво. Красиво, согласен. Но не лишено здравого смысла. Ну, раньше-то. 531. 531, да. Ну, вот. Любой школьник знал эту цифру. Я вспоминал... Сейчас километровый строит небоскреб. Уже, по-моему, достроили уже. Не помню где. Может, Дубай? Не-не, где-то... Где-то, может быть, даже в Корее, не знаю. В Южной Корее, по-моему. Ну, не знаю. Кто больше всех развивается, может, даже и в Китае. Ну, вообще, здоровая фигня. Я тебе не представляю. Она же должна качаться. Она не должна, она точно будет качаться. Сто процентов. Причем там где-то метров пять, наверное, влево, метров пять вправо. У меня в Японии, я был в Японии один раз, и я попал в ураган. Очень неприятно. И нас высадили из поезда, ну, чтобы мы пересидели. И прямо вот в вокзале была, значит, такая дорожка. Мы по дорожке прошли, сели в лифт и оказались в гостинице. И когда мы поднялись наверх, ну, в самый такой, не знаю, не помню какой этаж. Где-то в районе двадцатых. Это уже было совсем наверху. Мы не поняли, почему кровати, столы, стулья, все были прикручены к полу. Таким болтами. Потому что это не бурдом, да? Потом, когда стало качать, мы поняли, почему прикрутили. А у нас здесь... Как бы заранее они все это сделали, понимая, чем дело может кончиться. Ну, как на корабле. Ее шатало, на самом деле, да. И нас тоже кровали.